Открытие школы. В Караганде в День знаний сотни ребят пришли на линейку в новую школу-лицей номер 103 в микрорайоне имени Бауржана Мамышулы. Учебное заведение построено в рамках реализации государственной программы «Нурлыжол». На торжественном открытии ребят, учителей и родителей поздравил заместитель Акима области Серик Шайдаров. Подробнее в репортаже. В микрорайоне Бауржана Мамышулы 1 сентября состоялся двойной праздник. Здесь в День знаний распахнула свои двери новая современная школа-лицей номер 103. Примечательно, что новая школа открывает свой год молодежи и соответствует всем современным требованиям. Она построена в рамках программы «Нурлыжол» с естественным математическим направлением. Я твердо убежден, что вы сумеете прославить Караганду не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно от вас, от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. На торжественном открытии присутствовали заместитель Акима области и Аким города Караганды. Ребята и учителя подготовили насыщенную праздничную программу. Заместитель Акима области по поручению главы региона вручил директору 103-й школы-лицея сертификат на оснащение кабинета «Интеллектум». Он предназначен для развития логики, критического мышления и интеллектуальных способностей детей. Игровые уроки «Интеллектум» позволяют вырастить новое поколение детей со стратегическим мышлением. Также был передан символический ключ от учебного заведения. «История открывается школой». Гости прошли по светлым и нарядным коридорам, осмотрели кабинеты и залы школы-лицея. Побывали в большой и светлой столовой. Школа рассчитана на 1200 мест. На сегодня в нее подали заявления более 700 учащихся. Из них 150 первоклашек. Сформировано 32 класса, 20 с государственным языком обучения и 12 с русским языком. Преподавательский состав полностью укомплектован. Учителя высшей и первой категории составляют больше половины штата. Кроме того, дополнительно мы заключили договор с Карагандийским политехническим университетом, Карагандийским государственным университетом и Медакадемией, что в субботу в дополнительное время в рамках реализации доп. образования преподаватели высших учебных заведений будут работать в нашей школе. То есть они будут вести предметы IT-технологии, робототехники, 3D-моделирования, заниматься авиамодельными кружками. Преподаватели высших учебных заведений будут вести предметы IT-технологии, робототехнику, 2D-моделирования и авиамоделирования. Техническая база школы укомплектована современным оборудованием. Есть и каворкинг-кабинеты, хай-текс, ритмики-хореографии, даже и есть кордодром. Для удобства преподавательского состава и родителей в школе работает уголок самообслуживания, где при наличии ЦП можно получить справку через портал ЕГОВ. Напомним, в Караганде также ведется строительство школы в 30-м микрорайоне на 1200 мест. И разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в 11-м микрорайоне. Супер! Прямо словами нельзя сказать, честно говоря. Я сама здесь квартиру получила. У меня в этом школе учатся трое детей. Дочу привел я сегодня первый раз, первый класс. Сам переживаю. Хороший праздник, да, сегодня устроили для родителей, для детей. Все хорошо. Школа красивая, новая. Привел внучку в первый класс. Я сам ветеран образования. Много лет я руководил отделом образования Каркаралинского района. Я восхищен, что в Караганде появилась еще одна гимназия. Новое здание очень построено в современном стиле. Я думаю, ребята здесь получат достойное образование. Ирина Вобещевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.